Ну всё, дальше я бессильна. Чем помочь? Ничем. Разве что у тебя есть ДНК-синтезатор. Нет, но у Форт Кломат есть магазин запчастей. Могу съездить. Ну, откуда у них возьмётся... И снова я купилась. Вообще-то я знаю, где такой жить. Правда? Ну, в твоей лабе, в Кловердейле. Ну да, для этого надо всего лишь как-то перебраться через горы. А, ну да, это же невозможно. Ты знаешь, как туда попасть. Тогда вези меня. Это приказ, мам? Да. Нет, я просто... То есть нет, это не приказ. Ну, не знаю, повезёшь или нет? Оденься, потеплее. Дит. Слушай, если опять скажешь спасибо, я... Будешь готова дай знать. Куда-то собрались, лейтенант? Полковник, капитан. Да, мы планируем вылазку за оборудование. Ясно. Как ваша работа? Хорошо. Благодаря Дику, то есть капралу Сент-Джону, я значительно продвинулась. Спасибо, что назначили на мой проект. Лейтенант Уивер тоже добился успехов. Говорит, к концу недели будет готов испытать своё оружие. Я в курсе. Я тоже близка к цели. Вы же понимаете, что вы ценнее любого оборудования. Технику можно заменить, а вас нет. Я уже бывала в одище. И вполне могу постоять за себя. Удачи, лейтенант. Капрал? Идёмте-ка, подглядим на проект Уивера. Чем он там занимается? Выясним со стороны. Чему вообще вся эта показуха? Что? Все эти обращения по уставу, звание, униформа. Как-то всё это бессмысленно. Тебе не кажется? Оглянись. Ты же служил в армии. Должен понимать. Это другое дело. Почему? Ну, тогда в мире было больше людей. Не знаю. Потому и армия была для чего-то нужна. По-моему, сейчас она нужнее. Почему? Потому что вокруг царит хаос. Нам нужен порядок и дисциплина, иначе мы не выживем. Я видел много лагерей, где люди живут нормально. Хотя никакой полковник их там не строит. Знаешь, что забавно? Ну, к вопросу бессмысленности жизни по уставу. Нет, что? Я ведь так же думала про ваш мотоклуб. У вас же там были звания. Дорожный капитан, президент. У вас были жетоны, нашивки, татуировки. Как будто своя форма. И когда вы выезжали на дорогу, смотрелись вы как армия. Ну, если на бороду внимания не обращать. Знаешь, если подумать, ты в чем-то права. Я, если честно, удивилась, когда ты пришел в лагерь без жилеточки этой своей. Я думала, тебя с ней ничто не разлучит. Даже конец света. Жилеточка, да? Я еще поговорю с полковником. Может, разрешить сменить форму? Ну-ну, попробуй. А раньше блокпоста тут не было? Был, но я прошел. У дежурных солдат случилась медвежья болезнь. Медвежья болезнь? Эй! Эй! Глуши! Все, разворачивайся. У нас приказ не дать никому... Не дать никому что, капрал? Простите, мэм, не видел, что это вы. Приказ полковника следить за тем, чтобы никто не попытался уйти в самоволку. Обвиняете меня в самовольной отлучке? Нет, мэм. Так уйдите с дороги. Капрал, почему вы до сих пор здесь? Не путайтесь под ногами. Да, мэм. Простите, мэм. О, Господи. Мне придется доложить. Да, докладывайте. Звучит серьезно. В смысле? Он сказал, что подаст на тебя рапорт. Как Мэтт это воспримет? Полковник скажет ему, чтобы знал свое место и не ставил под сомнение слова офицера. Боже мой. Что такое? Ничего. Просто отсюда такой вид. Поразительно. Да. Я просто уже не замечаю. Ну, не обращаю внимания. Как можно не замечать? Дух захватывает. Ну да, ну да. Благодарный мир встречает новый рассвет. Если бы ты целыми днями пялился в микроскоп, то оценил бы. Ой, оценю. Проснуться с утра живым, это, знаешь, намного лучше другого варианта. Скажу тебе честно, было время, когда я в это не верила. Ну, что можно жить с надеждой на следующий день? Да, я тебя понимаю. Чем ты жил? Ну, Каут держался. А, не знаю. Упрямством от них держался. Слишком был упрям, чтобы сдохнуть. Я тебе не верю. Я ведь сдался, Сара. Правда. А потом, не знаю, бухарю сожгли руку, и мне пришлось... Я же не мог допустить, чтобы он умер. И я смотрел, как он борется, хотя, казалось бы, какой смысл. Ни хера ж ведь никакого смысла. Наверное, я не хотел... Не хотел его подвезти, поэтому я не мог пойти этим путем. А потом выяснилось, что ты жива. И вот в этот момент мне по-настоящему захотелось покончить с собой. Да ладно. Нет, серьезно. Но потом я вспомнил, что у тебя мое кольцо. Вот ради него я и решил одержаться. Думал, сгоняю, заберу его у тебя. А в итоге вон как вышло. Паршиво. Точно. Все еще наладится. Ты ведь это знаешь? Ну, да. Да. Мы можем победить, Дикон. Правда. Ты меня пытаешься убедить? Или себя? Мы уже рядом, да? Да. Подъезжаем к тоннелю Тилсон. Так, помоги мне его сдвинуть. Боже, это что такое? Это сигил. Предупреждение от упокоителей. Упокоителей? Сектанты. Упокоители. Они резали себя. Поклонялись фрикам. Хотели быть, как они. И вот что случалось с теми, кто не хотел быть, как они. Что, если мы на них наткнемся? Не наткнемся. Поможешь или как? Да, да. Не наткнемся. Типа. Так, погоди. Тут придется протескиваться. Господи! Понятно, почему все побросали машины. Это еще что. Вот на Олдбелнапроуд есть туннель, по которому мы с Бухарем постоянно ездили. Перед постом Неро выстроилась пробка длиной в милю. И тут нагрянули фрики. Звучит ужасно. Я видал и похуже, но... Да. Выглядит знакомо. Да, да, это здесь. Так, у леска осталась. Баннер. Надо же. Не думала, что еще вернусь сюда. Так, понятно, электричество есть. Ну, это меня не удивляет. На крыше стоят солнечные батареи. Были слухи про генератор на ядерном топливе, но своими глазами не видела. Ну, и как мы с тобой туда попадем? Сейчас покажу. Раз уж тут и есть электричество... Как так? Сара Ирен Уитакер, номер 2007659. Здравствуйте, Сара Ирен Уитакер. Добро пожаловать в научный центр Кловертейл. В прошлый раз вы авторизовались в системе 751 день назад. Подождите. Ну, ни хрена себе, какие у вас тут технологии. Да ладно, брось ты. Айри неразумна. Она немногим больше, чем помощник в смартфоне. Айри? Автономный интеллектуальный рабочий интерфейс. Боже мой. Что такое? Ничего, просто... Ничего себе. Ты смотри, сколько тут еды. Не понял, как это все не засохло? Ну да, а растительная система же вся на автоматике. Пока есть энергия, все работает само по себе. Да это охренеть. Тут прямо все есть. И еда тебе, и вода, и электричество, здоровенная града. Удивительно, что тут никто не поселился. Ты сам сказал, электричество. Все-таки это 8 тысяч вольт. Попробуй сюда сунься. Видишь? Идем. 3-4-4-й. Неめgorация. Ведите. Идем. Идите. Едите. Едите! costume вытески. Отлично! Идите! Идите! Жить. Сраные вороны совсем охренели. Они заражены, поэтому стали такими агрессивными. Поэтому стали занозой в заднице. Наверное, можно вылезать потихоньку. Ладно. Пошли. Да. Ну и что тут произошло? Не знаю. Что? Сара, они все, они ведь здесь все работали, да? Узнаешь кого? Да. Да, узнаю. Все, идем. Кто-то расстрелял их, когда они пытались уехать? Судя по всему, да. А потом просто все заперли и ушли? Какой в этом смысл? Не знаю, Дикон. Меня тут не было. Так, пройти Сара, я знал о этих людей. Это мы дальше выяснять не будем. Покидайте район на... Не покидаем. Сара и Рен Уитакер, 2-0-0-7-6-5-9. Черт. Здесь не работает. Пошли, тут есть еще одна. Ладно, так почему это, как ее там, Айри? Почему на воротах она работает, а на двери нет? Я удивлена, что она вообще работает. Я помню, наши айтишники постоянно жаловались, что система падает. И это при еженедельном техобслуживании. А прошло сколько? Два года? Вертолет. Да что такое? Почему они не работают? Сара, говоришь, сюда никто не может пробраться? Да? А что? Кто-то уже здесь. Вашу мать! Ну да, так и есть. Они закрыли мне доступ. Эй! Эй, впустите нас! Мы быстро уйдем и ничего вам не сделаем! Впустите! Ну, а другой вход есть? Да. Есть вариант, идем. В служебном корпусе есть пожарный выход. Так наверняка они и его тоже заперли. Да может, никакие они ничего не запирали. Это, наверное, просто глюк. К тому же, аварийные выходы нельзя заблокировать. Существуют протоколы безопасности. Вот он. Надо только сообразить, как туда залезть. Погоди, погоди. Я могу пустылить защелку. Неплохо. Ты так раньше делал? Да, бывало. Не нравится мне это. Давай я пойду первым. Не знаю, что там произошло на парковке, но я тебе говорю, через этот забор никак нельзя перебраться. Я этих людей знаю. И если Джим там, он нас пусть... Джим! Это который стерег ворота? С таким рвением, что как-то раз меня чуть не пристрелил? Это было очень давно, и с тех пор многое изменилось. Да, только не к лучшему. Сара Ирен Уитакер, номер 2-0-0-7-6-5-9. Добрый день, Сара Ирен Уитакер. Добро пожаловать в научный центр Кловердейл. В прошлый раз вы авторизовались в системе 7 минут назад. Подождите. Вот видишь, те двери, наверное, просто сглючили. Ты готов? Быстро. Поднись. Ах ты, Сара Ирен Уитакер. Просто сглючили? Да. У меня правило простое. Никому не верь, и жди худшего. Я начинаю понимать твою логику. Превога. Вы бы тут прекратили. Как угодно. Я скажу, когда вы. Прослепите в злобный корпус. Если будет возможность, прострели эти долбаные динамики. Я от ее голоса уже зверею. Я тебя понимаю. Внимание. По нарушителям разрешено стрелять на поражение. Внимание. Разрешено стрелять на поражение. Так, где здесь динамик? Можно. Иду. Это был последний. Тревога. Все нормально. Вроде бы. Можно. Вы не пострадаете. Плачок. Надо подняться. Берегись. Через переход. Можно? Пойдем. Поехали. Можно. Иду. Тревога. Тревога. Это тревога четвертого уровня. Можно что-нибудь смастерить. Проследуйте в служебной комнате. Склад оружия? Видимо, Джим делал запасы. Внимание. По нарушителям разрешено стрелять на поражение. Внимание. Разрешено стрелять на поражение. Керосинба. Керосинба. Извещена служба. 9-1-1. Полиция уже в пути. Остановитесь, и вы не пострадаете. Заперто. Подожди. Сара Ирен Уитакер. Номер 2-0-0-7-6-5-9. Сара Ирен Уитакер. Несанкционированное проникновение. Включена блокировка дверей. Повторяю. Отмена. Номер 2-0-0-7-6-5-9. Отмена. Защитный протокол Альфа-7-6-1 отменен. Внимание. Господи, да заткнись тоже. Разрешено стрелять на поражение. Похоже, внутреннюю защиту не заблокировали. Ты готов? Да, только теперь я пойду первым. Нет. Теперь мы пойдем вместе. Куда ты вз... Черт. Снайфер на крыше. Извещено. Вижу. 1-1-1. Полиция в пути. Тебе конец. 1-2-0-7-6-5-9. Там еще. Криво не пробивается. Они пробиваются. Да. Рано. Проследуйте в служебный корпус. Да. Сара Ирен Витекер. Номер 2-0-0-7-6-5-9. Отмена блокировки. И отключи нахрен голосовой ответ. Под нарушителем разрешено стрелять на поражение. Да. Жену стреляйте. Они прорвались. Прорвались. Запережьте. Джим, стой. Ах ты, ублюдок. Ну, сама говоришь, многое изменилось. Извещено. Служба. 9-1-1. Полиция уже в пути. Остановитесь, и вы не пострадаете. Тут пусто. Тревога. Тревога. Это тревога четвертого уровня. Стрельба на территории. Охрана. Проследуйте в служебный корпус. Чисто. Тут тоже. Внимание. Под нарушителем разрешено стрелять на поражение. Ладно, порядок. Они ждут нас в атриуме. Попробуем через дверь. Сара Ирен Уитекер, номер 2-0-0-7-6-5-9. Отмена блокировки и отключи нахрен голосовой ответ. В доступе отказано. Сара Ирен Уитекер, ваш допуск был отозван. Пожалуйста, обратитесь к системному администратору. Ах ты, сука! Эй, эй! Все равно бы мы так угодили прямо в западню. На эту дверь с той стороны все пушки сейчас нацелены. Нам нужен другой вариант. А что, он есть? Да уж найду. А отсюда и есть какой-то выход на крышу? Вот здесь. Внимание, разрешите. Тут есть уступ. С того кондиционера ты сможешь залезть на крышу. Нет, на крышу придется лезть тебе. Заберись туда и открывай огонь. Ты должна их отвлечь. Пока они все смотрят вверх, я зайду отсюда и застану их врасплох. Слушай, да, это очень хороший план. Но есть одна проблема. Какая? Дверь на замке. Ты не забыл? Вот черт. Пойдем, у меня есть идея. Это тревога четвертого ума. Какая? Приложи ладонь к сканеру. Что ты делаешь? Есть, вошла. Они вырубили систему защиты, но забыли про админские коды. С этой станции я могу выдать себе временный код доступа. Код будет таков. Слушаю. Твое полное имя и номер 5429009. Запомнил? 5429009. Правильно? Да, пошли. Тревога, тревога. Это тревога четвертого уровня. Стрельба на территории. Охрана, расследуйте в служебный корпус. Ну-ка, помоги мне тут. Готов? Ага. Заберешься? Да. Да. Дождись, пока я отвлеку их, и заходи. Слушай, ты только не рискуй. Войти в Атриум с помощью кода Айри. Доброе утро. Расскажи им, чтобы они стреляли. Добро пожаловать в научный центр. Жив, можно все решить по-другому. Пожалуйста. Слышит голосование. Слышите ее. Жив, послушай меня. Поехали. Сама виноват. Надо было взрослым ходить, пока могла. Все, выкройте. Полиция. Найдите укрытие. Укрытие. Какого черта он тут вносит? Мы хотим. Открывайся ты. Мать, наш. Тревога, тревога. Ты попал. Тревога. 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 Заряжаю, заряжаю. Служебный корпус. Да. Убили. Давай. Внимание. Понарушить. Джим. Понимаете? Это последний. Разрешено стрелять на поражения. Осталось еще один. Я видела, Джим побежал в офис наверху. Ладно, подожди. Я его приведу. Руки. Не стреляй. Не стреляй. Я сдаюсь. Сдаюсь. Не стреляй. Он нужен живым. Твою мать. Руки вверх. Ладно. Ладно. Вы скажите, что вам нужно. Так. Хорошо. Он чист. Мы просто защищались. Ну-ка, давай. Там снаружи столько мертвых, Джим. Это ты их всех перестрелял? Не понимаю, о чем вы говорите. А за что? Что они такого хотели-то? Вернуться домой к родным. Привезти их сюда. Но ты им не позволил. Мы просто не могли рисковать. Вставай. Стойте, стойте, стойте. Я не могу. Не заставляйте. Джим, я считаю до трех. Нет, 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 нет. Раз. Вы не понимаете. Два. Нельзя этого делать. Три. Открывай гребаную дверь. Ладно, ладно. Вы знаете, что вы делаете? Спасибо, Джим. Не беспокойся. Мы все знаем. Пожалуйста, не надо. Отпустите. Извини. Мы просто не можем рисковать. Идем. Хочу убраться отсюда. Так это правда. А я не хотела верить. Ты о чем сейчас? Это же все моя вина. Я не понимаю, о чем ты... Я же должна была сразу понять. Раньше мы тут растили. Копытник и магонию. И вдруг все изменилось. Они все перекрыли. Лишили меня допуска. Дэвид ведь говорил мне. Он говорил что-то не так. Стоп. Кто такой Дэвид? Дэвид Горман. Он проходил у нас практику. А я ему сказала, что у нас большой фарм-бизнес, что у нас хай-тек и все такое, что на кону миллиарды долларов, так что не надо мутить воду. А он не послушал. Он влез в систему, обошел защиту. Он сказал мне, что это какой-то супер-секретный госпроект или что-то там. Он хотел стать следующим Сноуденом. Он хотел лично вытащить это все на свет, божий. Дэвид Горман изобличает империю зла и спасает мир. Ну, ты понял. А я не стала его слушать, Дикон. Я сказала ему, что он просто параноик. И, видимо, он пробрался сюда и раздобыл какой-то образец. Я не знаю, что за дряни не тут стряпали. Погоди, я ничего не понимаю. И, конечно, это уже потом у меня пазл сложился. В тот день, когда меня ранили, я поехала в офис Кловердейла Фервелли. Я хотела отыскать Дэвида, но его там уже не было. Он две недели как уехал. В Портленде проходила большая конференция экологов. Видимо, он поехал на встречу с репортером. Наверняка был уже заражен, но еще не знал этого. О, Господи. А через два дня, через два дня все на этой конференции уже подхватили заразу. Они сели на самолеты и по домам. Неделю спустя два с половиной миллиарда человек погибли. Сара, нет, ты в этом не виновата. Ты не могла его остановить. Как бы ты его остановила? Ты не понимаешь, это исследование. Мой проект был частью всего этого. Дикон, я к этому причастна. Меня, меня, меня использовали. Так, слушай, погоди секунду. Что? А как отключить электрическую ограду? А, питание вырубить, это в здании рядом с теплицами. А зачем? Ну, просто тут много еды, и я подумал, надо бы связаться с Бухарем, сказать ему и Рике, ну, то есть всем в Лос-Лейк сообщить. Ты сможешь сама погрузить? Да, смогу. Ладно, я, я быстро. Давай. Так, отключить электрический забор к Ловердейла. Мы не могли рисковать. Генераторная. Наверняка, вот это здание. Разжечь гнезда Крикунов. На, лови! Дай к вам. Горите, твари. Так, второе дело. Ясно. Теперь осталось вскрыть дверь. Не так уж трудно. Вроде бы все. Бухарь, это Дикон. Прием. Лагерь Лос-Лейк. Меня слышно? Дик. Дик, это ты? Да, Бухарь, это я. Рад тебя слышать, брат. Я тоже рад. Короче, у меня мало времени. А тот научный центр, где работала Сара, рядом с Сайрон Бьют, где упокоители. Короче, ты понял, какое. В общем, здесь есть еда. Много еды, кукуруза. Скажи Рике, Майку, пусть пришлют кого-нибудь. Стой, ты ее нашел? Ты нашел Сару? Да, Бухарик, я ее нашел, да. Это, это охрененно, Дик. И когда привезешь ее к нам в Лос-Лейк? Нет, я долго объясняю. Давай потом. Дик. Да. Скажи ей, скажи, берегите себя. Хорошо. Бухарь. Бухарь, Бухарь. Вызываю лагерь Лос-Лейк. Черт. Лос-Лейк, прием. Рики, отлично, слушай. Дик? Да, да, это я. Короче, тут... Не ожидала тебя услышать. Майк сказал, ты не вернешься. У меня мало времени. В общем, тут есть... Ты ее нашел? Да, да, нашел. Рики? Я рада, Дик. Ты был прав, мы выжили. Хорошо, что и она тоже. А. Дик. Да, в общем, слушай, тут есть одна ферма, электричество, ограда под напряжением. Ага, я поняла. Если сюда приедете, спроси Бухаря, это где Сара работала? Рядом с Сайрон Бьют, он знает где это. Приезжайте, тут еда, тут много еды. Я поняла. Как он там? Он хорошо, хорошо. Угадай, кого Майк поставил начальником охраны. Что, реально? Ага. Обалдеть, а... Можешь ему... Хотя, ладно, Рики, мне уже пора. Пока, Дик. Знаешь что? Подожди, подожди, подожди. Помнишь, ты сказала мне про свечку? В общем, ты была права. Я знаю. Конец связи. Пока, Рики. Сэн Джон, говорит Коури, где ты? Мой боец доложил, ты проехал через его пост у перевала Тилсон? Да, капитан. В Эрон Бьют есть научный центр. Саре, лейтенанту Уитакер, потребовалось кое-какое оборудование. И это единственное место, где его можно раздобыть. Она не выходит на связь. Полковник хочет знать, почему вы еще не вернулись. Скажите ему, что мы уже едем. Он хочет с тобой поговорить. Не слышу вас. Связь прерывается. Мы скоро будем. Конец связи. Ты с ним поговорил? С Бухарем. Да. Да, да. Сказал ему, что у нас все в порядке. И что ехать пора. Нам надо миновать перевал, пока погода не испортилась. И что думаешь? Не знаю. На вид дело плохо. Ну, что ж, попытка не пытка. Все, поехали. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Чисто. Субтитры сделал DimaTorzok Эй, иди сюда. Субтитры сделал DimaTorzok Да, секунду. Субтитры сделал DimaTorzok Я вымокла до нитки. Извини. Я думала, что никогда не согреюсь. Дмитрий Торзок Ты вроде хотел поесть? Да. Да, сейчас. Да. Есть ты не хочешь? Да, мне тоже. Замерзла? Иди сюда. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Не могли рисковать? Десять тысячи опыта. Когда я не сдаюсь. Знакомое лицо 100%. У нас, по-моему, было с Рикки связано. 71% офицер и джентльмен. Так, да, с Рикки. Доступный рецепт. Бомбы с дистанционным подрывом. Деталь, знакомое лицо. Как жизнь? Да так. Так, ну теперь у нас проблемы начнутся. Сэн-Джон, прием. Да, капитан. Капрал Сэн-Джон на связи. Возвращайся в штаб. Немедленно. Я жду тебя в лазарете. В лазарете? Что случилось? Произошел инцидент. Я еду. Ну что еще? Лейтенант Уитекер, вы на связи? Черт. Сара! Сара, ответь! А что ж такое? Тебе кредиты дыру в штанах прожигают, что ли? Сделаешь меня миллиардером, да? Вот, прошу. Хм. О, ладно. Капрал Сэн-Джон. Так, на всякий случай, связаться с Бухарем, выбор побочного задания. Это моя вина. Еще раз навестить Дока Хименеса. Хименеса. Так, связаться. Как с ним связаться? Еще увидимся! Так, ну свяжемся. Субтитры создавал DimaTorzok